Витаю! В этом видео при помощи решателя Elmer мы посчитаем однопролётную балку, загруженную двумя сосредоточенными нагрузками. Итак, для начала в Afrikat MKE создадим сетку конечных элементов. За основу возьмем вот эту вот задачу. Вот наша 3D-модель. Имируем сетку конечных элементов. Далее ее нужно сохранить в формат UNV. Не забываем при сохранении указать расширение. Теперь можно переходить в Elmer. Загружаем ранее созданную сетку конечных элементов. Теперь нужно настроить параметры расчетной схемы. В Elmer нет привязки к определенной системе единиц измерений. Все зависит от отводимых исходных данных. В избежание путаницы авторы рекомендуют использовать систему C. Загруженная сетка выполнена в миллиметрах. Это можно проверить, посмотрев сводку. Как видим, координаты у нас в тысячах единиц. Значит, сетку нужно перевести в метры. Для этого в параметрах модели укажем коэффициент масштабирования. Также тут же укажем имя файла задачи и имя файла вывода результатов. Сейчас сетка представляет единое граничное условие. Чтобы получить возможность назначать разные граничные условия ее элементам, сетку нужно разгруппировать. Вот сетка разгруппирована. И нам стали доступны для выбора ее отдельные элементы. Сохраним проект, указав адрес папки, куда будут записываться файлы задачи и файлы результатов. Можно начинать заполнять дерево проекта. Добавим тип расчета. Выберем теорию упругости. Доставим птичку активная. Также поставим птичку считать напряжение. В дополнительных свойствах решателя на вкладке линейной системы выберем метод директ. Он быстрее, чем итеративный. И в специфических свойствах решателя тоже поставим птичку считать напряжение. Также здесь можно поставить птички для определения частоты собственных колебаний и проверки устойчивости. Нажимаем применить. Тут мы можем назначить имя расчету. Поставим птичку назначить всей схеме. Нажимаем добавить и ОК. Добавим материал. На вкладке General пишем плотность. На вкладке линейную упругость модуль деформации и коэффициент полосона. Тоже повторяем на вкладке обновление сетки. Нажимаем применить всей схеме. Пишем, что это у нас дерево. Нажимаем добавить и ОК. Добавим собственный вес. Это выбор Body Force. На вкладке линейная упругость в направлении Z пишем произведение ускорения свободного падения на плотность. Это можно записать уже вычисленное значение либо посчитать просто на месте, введя выражение через знак доллар. Ставим назначить всей схеме. Пишем, что это вес. Добавить и ОК. Добавим вес из этой точной нагрузки. Велмер нет инструмента для приложения сосредоточенной силы на плоскую грань, поэтому сосредоточенную нагрузку нужно преобразовать в равномерно распределенную по площади ее пятна. Добавляем граничные условия. Теория упругости. Сила в направлении Z Пятно приложения нагрузки у меня 10 на 10 сантиметров, поэтому я пишу. напишем, что это сила. Добавить и ОК. Теперь назначим граничные условия балки. Выбираем пятно нагрузки. Прежде надо выбрать, что мы будем назначать граничные условия. Вот меню граничных условий и выбираем силу. нажимаем добавить. Тоже повторяем со вторым пятном. Добавим закрепление. Снова идем в граничные условия. Добавить теорию упругости. И напротив перемещений Y и Z пишем 0. Пометим, что это опора. Добавить ОК. Щелкаем по концам балки. добавить и тоже к другому концу. Обратите внимание, что в дереве проекта при назначении элементу сетки граничного условия напротив имени элемента появилась соответствующая метка с именем граничного условия. И при выборе элемента из дерева проекта он подсвечивается на расчет на схеме. Назначенные опоры получились шарферно-подвижными. Одну опору нам нужно преобразовать в шарферно-неподвижную. Для этого нужно наложить граничные условия на ребро грани на конце балки, так, чтобы грань могла вокруг этого ребра свободно поворачиваться. В графическом интерфейсе Элмера нет инструмента, чтобы накладывать граничные условия на ребра. Поэтому мы наложим граничные условия на узлы, лежащие на этом ребре. Определим номера узлов. Уберем номера узлов. у нас это будет 20-й, 82-й и 18-й. Гораничные условия на узлы наложим, отредактировав файл задачи. Выбираем генерировать файл SIF. Далее и дактируем его. В конце дописываем следующий текст. Добавим граничные условия. Следующий порядковый номер у нас 3. Далее целевые узлы. сколько пишем их количества. Далее через пробел их порядковые номера. У нас это 18, 20 и 82. Далее пишем граничные условия. У нас это перемещение вдоль X равное 0. В конце не забываем написать AND. Также я хочу, чтобы среди результатов были главные напряжения. Поэтому в блоке SOLVER я допишу строку Считать главные напряжения. Все готово к расчету. Нажимаем кнопку Сохранить и Выполнить. Расчет окончен. Чтобы посмотреть результаты запускаем ELN VTK. ВТК. Как видим, при вводе исходных данных была совершена ошибка. Я ввел нагрузки со знаком плюс, тем самым направив их вверх. Поэтому прогиб балки превратился в выгиб. Давайте это исправим. Проще всего это сделать отредактировав файл SIF. Закрываем VTK. Находим граничные условия. Вот наш собственный вес. Поставим минус. И вот здесь у нас сосредоточенные нагрузки. Здесь тоже поставим минус. Нажимаем Сохранить и выполнить. Просчет окончен. Запускаем VTK. Вот наши обновленные результаты. Теперь балка прогибается так, как положено. Их можно приставить в виде изополей в виде векторов в виде контуров в виде поверхностей. Также можно вывести шкалу. Шкалу можно настраивать. При выводе шкалы нужно учесть, к какому виду результатов она относится. Потому что иначе показания на шкале будут не совпадать с результатами. Например, у нас на поверхностях напряжение подрывка, а на изополях напряжение по мизису. И вот сейчас у нас шкала не совпадает с показом результатов. Поэтому это нужно обязательно иметь ввиду. Ну и конечно результаты можно сохранить как картинку. На этом все. Дякую за революм.